Здравствуйте, уважаемые студенты, занятия по русской литературе. Тема занятия «Футуризм как литературное направление. Русские футуристы». Цели занятия. Ребята, вы получите понятие о футуризме как о литературном направлении. Ознакомитесь с обзором творчества поэта-футуристов. Продолжите работу над умением вдумчиво читать и анализировать поэтический текст. Научитесь формулировать для себя бережное отношение к поэтическому слову. Проверка домашнего задания. Ответьте на эти вопросы. Как принято называть XIX век в русской литературе, ребята? XIX век называют золотым веком русской поэзии и веком русской литературы в мировом масштабе. Назовите основное литературное направление XIX века. Выделяются следующие литературные направления. Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. Все жанры литературы должны были строго делиться на высокие и низкие. Ребята, третий вопрос. Какое название получила начало XX века в русской поэзии? Начало XX века в русской поэзии принято считать Серебряным веком. Благодаря нашим великим поэтам Ахматова, Есенина и другим, их так и называют поэта Серебряного века. Какое новое направление возникло в литературе начала XX века, ребята? Это направление модернизм и его течение, символизм, ахмеизм и футуризм. Ребята, напишите тему сегодняшнего занятия «Тетрадь». Футуризм как литературное направление. Русские футуристы. Футуризм, ребята, как и символизм, был интернациональным литературным явлением. Название образовано от латинского «futurum» – «будущее». Это самое крайнее по эстетическому радикализму течение впервые заявило о себе в Италии, но практически одновременно возникло и в России. Временем рождения русского футуризма считается 1910 год, когда вышел в свет первый футуристический сборник «Садок судей». Его авторами были Данил Бурлюк, Хлебников и Каменский. Вместе с Маяковским и Крученых эти поэты составили наиболее влиятельную в новом течении группировку «Куба футуристов» или поэтов «Килей». Килей – древнегреческое название территории Таврической губернии, ребята, где отец Бурлюка управлял имением, и куда в 1911 году приезжали поэты нового объединения. Помимо «Килей» футуризм был представлен тремя другими группировками эгофутуристов «Северянин» и «Игнатиев» и «Олимпов», группой «Мезонин» поэзии «Шишеневич» и «Внев» и другие, и объединением «Центрофуга» «Пастернак», «Осей», «Большаков». Как видим, подобно другим модернистским течениям, футуризм был неоднороден. Более того, внутренняя полемика о футуризме отличалась особой непримиримостью, а границы между разными группировками были довольно подвижными. Литературный футуризм теснейшим образом связан с авангардными группировками художников 1910-х годов, прежде всего с группами «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодежи». В той или иной мере большинство футуристов совмещали литературную практику с занятием живописью, например, «Братья Бурлюки», «Уро», «Маяковские» и другие. С другой стороны, добившиеся позднее мировой славы, как художники Малевич, Кандинский, на первых порах участвовали в футуристических альманахах и в качестве речетворцев. «Мы хотим, чтобы слово смело пошло за живописью», – писал Хлебников. Основные признаки футуризма, ребята. Отказ от традиционной культуры, анархическое бунтарство, абсолютная свобода творчества, отказ от литературных и языковых норм, устремленность в будущее, неприятие буржуазной морали, эпатаж как средство воздействия на публику. По размаху жизнетворческих притязаний и по резкости их выражения, футуризм превосходил ближайшее ему в этом отношении течение символизм. Новым поколением модернистов в качестве художественной программы была выдвинута утопическая мечта о рождении сверхискусства, способного преобразить мир. В своем эстетическом проектировании они опирались на новейшие научные и технологические достижения. Футуризм, ребята, воплощался не только в литературных произведениях, но и в самом поведении участников течения. Необходимым условием его существования стала атмосфера литературного скандала. Оптимальной для футуристов читательской реакцией на их творчество были не похвала и сочувствие, а агрессивное неприятие протеста. В футуризме сложился своего рода репертуар капотирования. Использовались хлесткие названия «Чукурюк» для картины, «Дохлая луна» для сборника произведений, а также давались уничижительные отзывы и к культурным традициям, и современному искусству. Например, презрение к намеренно сваленным в одну кучу Горькому, Андрееву, Брюсову, Блоку выражалось в манифесте пощечина общественному вкусу. Таким образом, с высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество писаряне. Ребята-футуристы пошли значительно дальше символистов. Они не только обновили значение многих слов, но и резко изменились сами отношения между смысловыми опорами текста. Лексическое обновление достигалось, например, депоэтизацией языка, введением стилистических неуместных слов, ульгаризмов и технических терминов. Слово у футуристов можно было дробить, переиначивать, создавать новые комбинации морфологических и даже фонетических элементов. Так создавался заумный язык. Например, сам радикальный заумник включеных предлагал вместо якобы захватанного слова «лилия» сконструированное им слово «еое», «сияющее», как ему казалось, первоначально за чистотой. Новое отношение к слову как к конструктивному материалу привело к активному созданию неологизмов, переразложению и новому соединению слов, например, Хлебникова и Маяковского. Изобретались непривычные словосочетания, не соблюдались знаки препинания, делались попытки ввести телеграфный синтаксис, то есть, ребята, без предлогов. Использовать в речевой партитуре музыкальные и математические знаки, графические символы гораздо больше, чем прежде, значение придавали футуристы визуальному воздействию текста. Отсюда разнообразные эксперименты с фигурным расположением слов и частиц слов, использование разноцветных и разномасштабных шрифтов. Продолжение следует... Ввел осознание того, что непонимание или неполное понимание в искусстве нет. Фронтальный вопрос, ребята, пожалуйста, ответьте на вопросы. Каковы характерные черты русского футуризма? Хорошо. Второй вопрос. Каковы причины возникновения футуризма? Молодцы. Молодцы. И лото. Вот, вот куда людская мчится стая, а между тем душа его простая, как день весны. Но это знает кто, благословляя мир проклятием воином. Он шлет в стихе признание достойным, слегка скорбя, подчас слегка шутя, над нею первенствующей планетой. Он в каждой песне им от сердца спетой иронизирующие дитя. Поэты-футуристы. Борис Пастернак, Хлебников, Маяковский, Игорь Северянин. Ребята, заключение. При всех своих внутренних противоречиях футуризм сыграл определенную роль в становлении принципов творчества таких крупнейших советских поэтов, как Маяковский, Хлебников, Пастернак, Асеев. Во многом проявлялась отрицательная сущность итальянского футуризма, хотя некоторые его художественные достижения вошли в фонд мирового искусства. Например, стремление к синтезу искусств, особенно взаимовлияние литературы и живописи, поиски новых средств поэтической выразительности, в попытке создать непривычный тип книги, которая бы воздействовала на читателя не только своим содержанием, но и внешней формой. Дальнейшее развитие русского футуризма приобрело некоторую цикличность. Если в 20-60-х годах в советском искусстве было не принято выражать свои мысли открыто, демонстративно, то конец 20-го века предоставил творческой личности свободу выражения своих мыслей, чувств и желаний. Домашнее задание, ребята. Первое. Повторить тему символизм, акмеизм, футуризм. Второе. Выучить наизусть по выбору стихотворения сибирянина или другого поэта-футуриста и проанализировать его. Ребята, мы с вами сегодня изучали новую тему. Занятие окончилось. До свидания. Спасибо вам за внимание.